Приветствую все, друзья! Меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем вместе с вами путешествовать на просторах столичной пустоши в игре Fallout 3. В этой серии мы продолжим с вами путешествие в сторону библиотеки, которую нам надо посетить для того, чтобы хоть какие-нибудь книжки найти. И сейчас надо еще бы подлечиться с вами. У нас потому что очень мало здоровья. Так, вроде половина есть, и еще где-то на горизонте была красная точка, это значит еще рейдер. В прошлой части, когда мы шли к этой библиотеке, нас неплохо так потрепали. Возможно, сейчас мы начнем использовать их броню. Сейчас посмотрим. Броня рейдера. Да, по-моему, броня рейдера круче будет. Шлим рейдера. По-моему. Да, я выгляжу гротескно, конечно, но... Оно стоит того. Так, где же ты, родной, это наш. Карту еще надо посмотреть. Если пойдем вот так прямо, а потом повернем налево, должны прийти как раз к тому месту, которое нам нужно. Фпс, пожалуйста, не проседай. Аж все-таки вот сплэй пишу. Так, попробуем здесь аккуратненько упасть. Ой, ну вышло. Смотрите. Кто-то здесь, видать, умер. И не отчинит какой-нибудь кран. Но это как минимум. Давайте внимательно еще будем на плане того, что нам могут встретиться тут не только рейдеры, которые тоже, конечно, опасны, но и гули. В следующий раз, как я их увижу, я думаю, буду сразу использовать дробовик. Потому что они подбегают очень близко. А дробовик как раз и создан для того, чтобы стрелять буквально в лоб. Так, ну почему так фпс проседает? Туманю привожу. Так. Ладно, надеюсь, вы не будете это видеть. Ох. Ладно, дробовик. Дробовик. Удачно я так вышел, как видите. На. На. Превосходно. Теперь надо немного с вами посмотреть, что мы можем сделать. Починить броню лучше нашу сделать. Взять, наверное, снайперскую винтовку. Экономить не будем. Так, вошло. Вошло все. Прекрасно. Потому что, если мы будем с вами жопиться на своем здоровье, то, скорее всего, у нас не будет ничего. Ни здоровья, ни жопы. Простите за такую демагогию. Так, зачем я зашел? А. Я хотел еще раз починить нашу броню. Делать ее еще более крутой. И взять в руки охотничье ружье. Неплохо мы расправились. Намного лучше, чем делали это в прошлых частях наших. И, возможно, да, мы идем с вами в нужном нам направлении. Обратно займемся починкой. Извините, если кого-то это бесит, но по-другому никак. Я буду до конца отыгрывать роль человека, которому хочется выжить. Про папу мы уже благополучно забыли. Просто потому, что папу просто не найти, если мы будем беззащитны, как младенцы. А для того, чтобы мы были сильны, нам нужно много-много крышек, хорошее оружие и броня. Так, это ты говоришь? Да. Еще одна ветка метро. Тут, возможно, кто-то есть. Давайте воспользуемся возможностью, пока нас не винит, забраться наверх и сверху осматривать. В любой перестрелке побеждает тот, у кого есть укрытие и кто находится на высоте. Так. Не знаю, ты... Ты что ли добрый? Наркоторговец пустоши? Чего тебе надо? Могу продать дозу. Чего захочешь и недорого. Вот, погляди. Так, давайте посмотрим. А, у него нету денег. Я хотел ему, если честно, все продать, что у меня было. Ну да ладно. Давайте откроем эту ветку. Затопленное метро. Это мины? А, нет, не мины. Ну, тогда я просто так туда не пойду. Затопленное, это значит, как минимум, болотники. Как максимум, куча у тех ходячих тварей на щупальцах. Так, у нас впереди... Ага, у нас тут, оказывается, целый форпост рейдеров. Смотрите, как они устроились-то круто себе. Тут... Я даже не знаю, как нам ой-ой-ой. Валим, вали. Пусть сами иду. И патронов им не жалко, что ли. Откуда он все пуляет? Не пойму. Великолепно. Великолепно. Боевой дробовик. Ой-ой-ой. Вставай, мужик. Ой-ой-ой. Вы это видели? Где ты, тварь? Где твою гранату сейчас тебе засунул? Не самое лучшее место, которое есть у человека. Так, отступаем отсюда нафиг. Как видите, нам отсюда лучше не ссоваться. Отсюда, сюда. Так, разве что придумать как-нибудь обойти их. Давайте возьмем обратно снайперскую винтовку. Поработаем снайперами. Остановись, друг. До свидания. Я вот не пойму, что по нам так пуляло, как из пулемета, если честно, били. И я не попадаю, типа? Охренеть. Он из пистолета стреляет лучше, чем я и снайперки. Так, два патрона. Естественно, дыхание тут не задержать. Ладно, хватит тратить довольно редкое оружие. Берем старую добрую винтовочку. Так, встать. Ай, баню вас. Надо обойти. Эти ребята откуда-то здесь вот пришли. Они, значит, имеют здесь выход на пустошь. Да, вот смотрите. Так и есть. Нравится? Да. Переваный гад. Так, вроде все, да? Справились со всеми. Так, мы перегружены, чинимся. Ну, у нас война, а мы чинимся. Как без починки. Так. Так, еще шлемы нас починить. Великолепно. Мы снова в строю и берем дробовик. Думаю, он нам сейчас спасет жизнь. Вы это слышали? Ой-ой-ой. Вот, что по нам било. Это пулемет. Его выключить оттуда можно, да? Нет, мы не можем это сделать. Великолепно. Ну, что же. Нам надо брать что-то быстростреляющее. Так, есть. Почти, почти. Нам голову прострили. Так. Есть. Один патрон, одна цель. Как, я нравится, туварь. Я не люблю мочить женщину, тут по-другому было никак. Фух. Сходили, называется, в библиотеку. Книжки почитать. Кружбайки чиним. Что у нас там еще можно быть применено в починке. Да, и все. Постюмы. Маска. Нам, что это... Как его звали? Я забыл, который этот... В маске хоккей не ходил. Ужасник еще про него был. Хоть убейте, не помню. Джейк, Джеймс. Вот, надо же было забыть так. Пулачный бой. Вантус. Да. Квантовая ядеркова. И да. И да. Давайте паспим часок. Да, мы... А что делать еще? Пулачный ремень. Все, забираем нафиг. Мы это заслужили, ребята. Мы отбили это место буквально еле-еле. Так, еще бы мотоцикл починить, я бы был рад до усрачки. Надо теперь покушать. С как-то крысами. Саратарактанов. Ну, здоровье у нас на максимум, как видите. Оружие, может, есть какое-то. На починку еще. Хоть что-нибудь. Боевой нож, ЮС-1, боевой дроговик, огонь. С чем, хоккейная маска сколько есть? Нет, у кого есть? Сделай свой собачье мясо. Котчевистки. О, скотчевистки. И давайте телепортируемся к море. Потом обратно. Потому что по-другому никак. И дойдя до библиотеки, наконец-то закончим серию. Она буквально в двух шагах от нас. Наверное, стоило подумать о том, чтобы вообще мимо пройти. Но мы не могли так поступить, естественно. Тут люди вдруг пройдут. Мы же хорошие ребята. Мы должны рейдеров изничтожать. Тебе не болеть. Клирик. Клирик нам не нужен. Мойра, надеюсь, ты не закрылась еще. Ну, молодец. Вот это прекрасно. Я подошел и, конечно, мы закроемся. Прошло то время, когда покупатель всегда прав. Идемте поспим спокойно тогда. И подумаем еще о том, как бы что-нибудь оставить у нас в доме. Потому что окно, видите, у нас довольно много чего скопилось. из костюмов наверное откровенную пижаму. Так, вино ставим. Винт. Виски. Твоя ядеркова. Так, разное. Металлоломо ставим. Наверняка нам пригодится где-нибудь. Ядерную батарею. Видите, уже не перевес. Теперь ждем утра. Спать придется часов 13. Да, чтобы было 9 утра, потом к Мойре, от Мойры к метро. От метро уже до библиотеки и по сути все. Наша серия богата была только экшеном небольшим. у нашего героя еще ходняк после виски. А, так, никуда побежал. Уже немного подосвоился я в этом мире. Начал ориентироваться в городе хотя бы. Это прогресс. Только мир мы с вами практически по сути не исследовали еще. Это минус. Хотя, тем, кому нравится как идут здесь перестрелки, эта серия должна... ой... нет... нет... так, давайте отмажемся и давайте на продажу что-нибудь у нее выставим. Так, разное идемте. Разное. Безобак от мотоцикла, бокс-сигарет, гаечный ключ, кожаный ремень, ланчбокс, медицинская шина, пачка сигарет, ручной тормоз, сенсорный модуль, снег, смарт-карта и чудо-клей. Так, тут что можно продать? Убирая... нет, нет, пакет крови, очищенные яблоки, точно боя, грязная вода, пыщ, виски, но неплохо, хоккейная маска. Так, можно наш костюм продать, рейдеров, чтобы просто ябрана рейдера. ой-ой-ой, она нам что дает? Ну да, пока мы все делали верно, да? 200 крышек, теперь боезапас, трон, 308, надо, трон, патрон скорбь еще надо, некоторые вещи мы уже не можем купить, хотя бы половину, как раз, удачный охот, а, починиться мы можем, починка, пистолет, ну и все, ладно, мы с вами по сути сделали все круто, сколько у нас свободного места, почти 97, ну, короче, почти еще 100, свободно, веса, телепортируемся сюда, к метро, надеюсь, рейдеры не ряснулись, и оттуда марш-бросок до библиотеки, где уже в следующий раз с вами, наверное, хорошенько попутешествуем, еще, чуть не забыл, надо себя напомнить, у меня есть книжка про кулачный бой, стоит ее прочитать, яогаи, быстрые опасные хищники, ведущие свой рот от черных медведей, это я такой переход неожиданно сделал, яогаи, ладно, будем знать, если встретишь яогая, не корми его, ой, что я сделал, а вот кулачный бой, автомат, туда идем, сюда нам надо, в руки, в руки, в руки, дробовик, я купил для него патроны, и теперь это оружие довольно-таки, страшное должно быть, но с близкого расстояния вы уже в начале серии видели, удачно попал и сносит буквально щепки, разнося врага, и хватит фпс проседать, заколебала играл уже, какой компьютер нужен, четырехъядерный процессор, что ли, так вот, я вижу спуск, ой, да, я увидел, спуск называется, навевает воспоминания, мне чем-то напомнило, эту, как я, индиигру, проседал, там, где зомби, все такое, я забыл, как она называется, если честно, но я в нее играл у друга, потом, хотел приобрести, но оказалось, она на дисках вообще не продается, хотя сказать, не производится, так, тут у нас враг, ох, ох, поскакали, ах ты тварь, как туда забраться, ох, ох, великолепно, конечно, это вообще, кто-то очень круто подготовился, да, так, 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 обезвредить растяжку, ядеркова, обезвредить капкан, мы идем в оголок, парня, который, псих, похоже, да, это как тот, который был на минном поле, ешкин кот, я не знаю, он тут, это, от кого отбиваться собрался, круто, 305 прошла, тут, как не бывало, еда лежит, обезвредить вовушку, ты где тут, ты же меня ищешь, о, кстати, где-то здесь должен же быть, ладно, допустим, ты выше, братюня, обезвредить растяжку, обезвредить капкан, так вот, минка, да, нет, растяжка, иди сюда, друг, только вылез, и ты труп, вот, офигеть, три патрона выдержал, в упор, из арбовика боевого, ладно, вот теперь мы точно, просто великолепно закончим эту серию, на хорошей ноте, я думал, будет плачевно все, тупо добежим, закончу, и вы скажете, и шо это было, а так, да мы супермены, такой проход великолепный, был, и вид на Вашингтон открывается, и на библиотеку, спасибо всем за просмотр, до скорых встреч, всем пока,